Добрый день, уважаемые друзья! Данным видео мы подводим своеобразный итог серии программ, посвященных влиянию реформации, влияния протестантов на общество. И очень символично, что происходит это в дни, когда мы вспоминаем очередную годовщину события, которое считается отправной точкой, датой начала реформации. Это 31 октября 1517 года, когда Мартин Лютер обнародовал свои 95 тезисов в городе Виттенберг. И именно с этого момента начался процесс, уже необратимый, началось это движение религиозное, общественно-политическое, направленное на преобразование католического христианства в соответствии с Библией. Движение это неизбежно затронуло широкие слои населения, оно не осталось только германским, немецким движением, оно перекинулось на многие страны Европы, и плоды, результаты этого движения мы видим и наблюдаем до сих пор. Итак, сделаем акцент на некоторые моменты этого движения. Пять знаменитых девизов реформации, как правило, начинаются девизом «Соло скриптура», только «Писание». Действительно, все реформаторы настаивали на важности и необходимости чтения, изучения Писания широкими слоями населения. Писание благодаря реформаторам не стало закрытой книгой, а стало как раз источником, к которому могли обращаться многие люди. И именно в связи с этим девизом, естественно, возникает вопрос о важности и необходимости всеобщего образования. Для того, чтобы читать Библию, надо уметь читать вообще. Если народ не умеет читать, значит он закрыт для Слова Божьего. Именно важность образования – это то, о чем говорили многие реформаторы. Мартин Лютер, Жан Кальвин, другие лидеры реформации в других странах, они настаивали на обязательном начальном образовании, а позднее и на обязательном среднем образовании. Первой страной, которая официально ввела всеобщее среднее образование, была протестантская Швеция. Из тех стран, где реформация победила мирным путем, наиболее спокойной плоды этого решения, плоды этого движения в Швеции и в скандинавских странах можно увидеть до сих пор, как результат их высокий уровень общественно-экономического развития. И знаменитый скандинавский регион до сих пор является регионом с очень высоким уровнем экономического развития. Давайте пойдем дальше. Итак, всеобщее образование, естественно, проистекало из необходимости читать Слово Божье. Но, фактически, еще одна деталь, на которой сделали акцент реформаторы, это простой и понятный язык богослужения. Непонятная мертвая латынь была заменена национальными языками и, соответственно, национальными переводами. Благодаря реформации страны получили Библию на национальных языках и во многом именно эти национальные Библии стали основой формирования национальной литературы. Но знаменитая Библия Мартина Лютера, перевод Мартина Лютера, фактически считается первой книгой немецкой классической литературы. Именно на эту книгу смотрят для того, чтобы сверить те или другие фразы, выражения. На нее смотрят как первоисточник, как на эталон определенный. И это, естественно, заслуга реформации во многих странах, которыми эти страны до сих пор пользуются. Личная ответственность каждого человека в том, что он делает, была провозглашена принципом кором део, перед лицом Божьим. Фактически это интерпретация слова апостола Павла, что все, что вы не делаете, словом или делом, делаете как для Господа, а не как для человека. И знайте, что в награду вы получите воздаяние от Господа. Фактически этот принцип во многом повлиял на изменение отношения к труду, к специальностям, к профессиям. Поскольку если все, что ты делаешь, ты можешь делать как для Господа, тогда не важно, каким трудом ты занимаешься, важно, как ты это делаешь. Поэтому фактически именно в центральноевропейских, североевропейских странах, где победила реформация, происходит экономический прорыв, связанный именно с серьезным и с новым уровнем фактически отношения к труду. Макс Вебер, известный экономист, фактически обратил на это внимание, сделав такой вывод. Особенно этическая система протестантизма послужила причиной переноса экономического центра Европы из католических, французских, испанских, итальянских городов, нидерландские, английские, шотландские, немецкие города. То есть именно города тех стран, где победила реформация. Макс Вебер считал, что общество с большей долей приверженцев реформации сумели создать более развитую капиталистическую экономику. Аналогично и в многоконфессиональных странах именно предприниматели-протестанты во многом повлияли на развитие и на качественный рывок этих стран при переходе на следующий экономический уровень. Макс Вебер отмечает простой факт, что именно протестантские страны, благодаря их особому отношению к труду, благодаря их трудовой дисциплине, благодаря их пониманию, что все, что они делают, они делают как для Господа и от него получают награду, во многом быстрее прошли период экономического подъема и перехода на следующий уровень, на капиталистический уровень развития. Можно отметить также влияние протестантов и реформации на развитие педагогики, ведь ведущие педагоги, те классики, которых изучают сейчас в институтах и в университетах, они были протестантами. Яна Амас Каменский и Аганн Генрих Пестолоце были людьми, которые декларировали свои христианские ценности. Достаточно вспомнить, например, что Ян Амас Каменский вообще был епископом общины маравских братьев. То есть это человек, который пытался и вносил принципы Писания во всю свою педагогическую систему. Ян Амас Каменский считал, что насколько верно то, что пребывание в очреве матери есть приготовление к жизни в теле, так верно и то, что пребывание в теле есть приготовление к той вечной жизни, которая приготовлена для нас Господом. То есть фактически цель образования великие реформаторы ставили далеко выходящие за пределы человеческой жизни. И соответственно, мотивация образования, мотивация процесса обучения, вообще мотивация педагогики, она приобретала вечный смысл. Это не просто земная жизнь, это то, что имеет значение для вечности. Поэтому, естественно, те, которые оставили свой след в педагогике, будучи протестантами, они акцентировали внимание и на важности личного примера родителей, и в духовной жизни. Иоганн Йенрих Пестолоцци, например, писал об этом своем знаменитом произведении «Лебединая песня» о важности примера родителей в формировании правильного духовного примера или образа в своих детях. Это не все. Протестанты оказали влияние на государственное устройство. До реформации в Европе фактически господствовало такое негласное правило «рекс лекс», то есть короли есть закон. Король определяет, что хорошо и что плохо. Во многих странах была абсолютная монархия. Короли решали судьбы государств, судьбы народов. Но именно после реформации происходят серьезные изменения и во многом такую богословскую основу для этих изменений подготовила работа шотландского пастора Сэмуэля Резерфорда. В 1644 году он пишет работу «Лекс Рекс». То есть закон – это король. Закон определяет, что хорошо и что плохо. Закон должен господствовать. И фактически идеи Резерфорда оказали влияние на дальнейшее развитие Института демократии, представительства в управлении государством, ограничения власти монарха и последующем формировании республиканского управления. Идею Резерфорда развил Джон Лок, еще один протестантский богослов, известный учитель, просветитель и впоследствии идеи этого протестантского пастора также оказали влияние на формирование государственного устройства Соединенных Штатов Америки. То есть протестантизм, реформация оказала влияние на многие слои населения и на многие сферы общества. И не обошлось и без влияния на науку. Можно так сказать, что фактически наука после реформационного периода во многом происходит под влиянием ученых из протестантских стран. Лейбниц, Ньютон, Бойль, Фарадей, Кельвин. Длинный список ученых, которых можно привести как пример того, что именно выходцы из протестантских стран во многом были законодателями в мире науки. И Джон Рэй, один из основоположников биологии, как науки, писал так, что для свободного человека нет более ценного и восхитительного занятия, чем созерцать красоту Божьего творения и восхищаться бесконечной благостью Творца. Замечательные слова, но принадлежат они ученому. Ученому, который отдает себе отчет, что все хорошее, что его окружает, это плод деятельности, плод труда, труда Бога или творение Божье, которое он просто изучает. Изучая это творение, конечно же, эти ученые достигли немалых успехов, благодаря этому мы их и знаем. И реформация, конечно, затронула и сферу искусства. Фактически, именно протестантские лидеры акцентируют на том, что искусство, в первую очередь, предназначено выражать хвалу Создателю. Соли део глории, один из знаменитых девизов реформации, на практике воплощался в том, что искусство должно направлять взоры человека, эмоции человека к тому, кто его создал. Иоганн Себастьян Бах часть своих работ так и подписывал этим знаменитым девизом реформации. Соли део глории, одному Богу слава. И Бах считал, что конечной целью и причиной всякой музыки должно быть только прославление Господа и укрепление Духа. Если это не принимается во внимание, то получается либо дьявольская какафония, либо монотонное хныканье. Ну, так считал великий композитор, который был протестантом и который исповедовал евангельские ценности. Итак, это далеко не полный перечень тех сфер, в которых реформация, в которых протестантизм оставил свой след. И я хотел бы этот список или этот перечень закончить простым призывом или предложением Иисуса Христа из Евангелия от Матфея. Там Иисус сказал в конце Нагорной проповеди «По плодам их узнаете их, собирают ли из терновника виноград или с репейника смоквы». Так, всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а дерево худое приносит и плоды худые. Или вы признаете дерево добрым, потому что оно приносит такие плоды, или у вас что-то не так с причинно-следственной связью. Реформация оставила добрые плоды. Этими плодами европейские страны пользуются до сих пор. я думаю, что исходя из этого примера, исходя из этих историй или аргументов, которые я вам привел, хороший повод и для нас извлечь доброе и драгоценное из того прошлого, которое мы знаем и которое доступно для изучения. Пусть и драгоценные принципы, которые повлияли на европейские страны, повлияют также и на наше государство. добрые хорошие правила и закономерности, которые мы видим, пусть они воплотятся в жизни и наших стран, и тех обществ, которые мы представляем в Восточной Европе. Мы, естественно, хотим лучшего и хорошего для тех стран, в которых мы живем. Поэтому и надеемся на то, что эти принципы, они также принесут свои плоды уже у нас, в наших странах, в наших регионах и в наших городах. Спасибо, что были со мной. Если вам понравилось это видео и серия этих программ, пожалуйста, вы можете оставить лайки, делать репосты, писать комментарии, задавать вопросы. Я думаю, что эта тема очень глубокая, ее не исчерпать несколькими видео. И, возможно, мы вернемся к ней спустя некоторое время. А пока спасибо, что вы были внимательными слушателями. Пусть Господь благословит вас. субтитры субтитры Продолжение следует...